Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Тиамыч, это вторая серия прохождения за Устготов, и у нас тут довольно сложная ситуация возникла. Дело в том, что на подмогу к армии Западной Римской империи в Салоне пришла еще полностэковая армия, и, короче, нам как-то надо им противостоять. Плюс еще там подмога с городского гарнизона, короче, как-то все очень плохо. Что делать? Будем импровизировать, как и всегда, но для начала надо дождаться основной армии, которая, кстати, придет откуда? Отсюда, да? Она придет отсюда, поэтому надо бы немного сдвинуться вот сюда, чтобы не попасть под раздачу в случае чего. В принципе, ничего страшного пока что еще не произошло, но все будет практически зависеть от исхода вот именно этой битвы. Ну, наши ребята тоже не лакомешиты. В принципе, вот, годские войны, они по параметрам атаки должны даже и когорку превосмогать. Сейчас еще и подкрепуха придет. Короче, еще еще не придумаем. Так, легковооруженную пехоту бы надо захреначить как можно скорее, потому что от них основная угроза у нас с броней и защитой очень большие проблемы. Так, давайте на подмогу. Вот сюда. Так, очень хорошо, что у нас есть вот эти ребятки. Наемники. Давайте, давайте, подходим. Так, и топорники еще, отлично. Сейчас немного в кого-нибудь постреляем. И кого-нибудь немного ослабим. Так, стоп. Давайте, 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 ребят. Посмотрите, не дает ничего сделать. Паскуда. Так, ну, тем не менее, стреляемся. Стоять. Сейчас будет очень больно. Так, пошел махач, пошел батуль. Так. Ну-ка, давайте-ка вот сюда вот пока. Ой-ой-ой-ой, блин, опять тебя пропустил. Окей, давайте, 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 махач устроим, суки. И я не пророчусь. Они снова идут в бой. Так, ну и, в принципе, римские войска, как я и ожидал, они прям не такие страшные, как я о них думал. Они тут уже и без меня херачатся. Сами умираются, да? Так, стой. Наши войны бегут с поля боя. Какой позор! Я думал, будет страшнее. Так, надо еще топорником помочь. Ну, это пока только первая шесть армий была. Жестко будет дальше. Ну, с ними, я думаю, уже будет полегче. Так, а у тех, у тех конницы, в принципе, нет. О, это хорошо. У этих конницы нет. Буд. Так, попугаем чуть-чуть. Так, вы как, еще живы, ребятки? Так, лучники. Кто где? Продолжаем нападать на вражеских, ребят. Ну, и тем более, да, они сами очень боятся вот этих вот ловных стрел. Ну, думаю, немного топорников им не помешает. Больше, мать твоих огненных стрел. Больше, 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 больше. Так, теперь вот на них. Пожалуйста. Так, тут, конечно, наши сейчас... Тихо, выбринься. А, ну, хотя это наемники, да, это наемные боевые германские отряд. Ладно, тогда не страшно. Они уже сами побежали. Так, тихо. Теперь, пожалуйста, сюда. На, все-таки кони у них есть. Жаль. Очень жаль. Да, все, внимание вот на проектор, господа. Так, одну армию либо римлян мы разбили. Мы молодцы, да. Мы восхитительны, как сказал бы Гугл. Так, два отряда, да, я вижу ходников. Окей. Ну, давайте еще заряд. Не хотят стрелять. Так, степные новобранцы, вот степные новобранцы. Это уже, блин, посерьезнее, ребята. Так, три отряда. Какое бесчастье! Ну и чего не стреляйте-то? Тут уже надо аккуратнее. Ну и чего не стреляйте-то? Без боя! Так, стоп, пока отходим. Наши остались без снаряжения. Да, чушу не отходили-то, а? Так, ну, тем не менее, тут уже моргают, ребятки. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Так. Ну вот, в принципе, они сейчас неплохо так разделились. Можно, я думаю, нападать. Да, ну это будут, конечно, большие потери. У нас с вами. Так, ну хорошо, тут еще кони слоупочить. Все, так, пехоту мы тут разбили у них. Так, гоу на пехоту переходим. Так, ну осталось чуть-чуть, на самом деле. Так, давайте переходим, переходим к гостским отрядам. Блин, да, первая серьезная битва у нас. Так, давайте обстреливаем, ребят, обстреливаем. Еще. Блядь. Суки. Так, надо добавим. Сейчас будет больно. Сейчас будет больно. А, все? Фу. Слушайте, я думал... Я думал, будет жестко, но эти ребята решили сами убечься. Так, отлично. Ну тогда финальный раш. Наши войны собрались с духом. Наконец-то. Еще немного и победа наша. Так, ну все. Теперь, соответственно, чем больше трупов мы убитых с собой заберем, да, если бы лучше для нас уже самих. Тихо, блядь. 67, да? Да, давайте, убиваем когорту. Да, много тут, конечно, мы своих тоже оставили. Кого-то не доглядели. Но зато поле битвы, конечно, знатно. Да, усеяно трупами, как и нашими, так и римскими. Но благо, как я уже сказал, очень хорошо, что все-таки ребят сделали вылазку в нашу сторону, потому что Узготы себя более уверенно чувствуют именно в атаке. На чистом поле, да, чем нежели в штурме городов. Вот там, да, там у нас были бы проблемы. Не стрелять. Так, кого там еще валить, давайте. Полководцы живы? Ну, почти что все живы. Все отлично, все хорошо. Что еще надо для полного счастья? Только сократить численность врага, конечно же. Так, блин, 160, вот их вот по-любому надо догонить, ребят. Догоните их. Вот их тоже. Их добейте. Так, кто там еще у нас? О, шикарно. Так, и степных ребят тоже. Еще вот эти дальние ребята, но это уже не проблема. Все, отлично. Фух, выстояли. Тяжело это было, но мы это сделали. Я до последнего сомневался, но оказалось, что нет. Наши ребята очень большие, молодцы. Сделали все как надо. Вообще по красоте, по красоте. Да, решительная победа, и сегодня мы будем пировать. Тем не менее, 1340 человек погибло. Тем не менее, у Квинта Симах вообще 6634. Но, опять же, какой с них толк, если это комитатские копейщики, конечно же. Да. Тут, когда я так посмотрел, и как городс-то не слишком много набило. Там побольше есть. Опять же, либо френдли фаер, блин, либо... Так, сколько мы получим? Блин, сплощенность минус 10. Бля. 717. Ну-ка, давайте-ка лучше пополнение отрядов сделаем. Там нам эти 717 особо много погод-то не сделают. Да, решительная победа. Все очень классно. Сафрак Сашинаруще получил после этой битвы. Так, калерийцы сразу войну с гунами сделали. Гуны, точнее, объявили войну. Ну, так как они наши союзники, понятное дело. Так, поднимаем авторитет вождя. И защиту пехоты по полной качаем. Ну и штурмуем салону, само собой. Сперед нам никаких проблем не доставят. Так, и что мы сейчас делаем? Блин, ну, конечно же мы ее разоряем. Ну и разрушаем, да. Нахер у нас. Так, короче, теперь надо подумать. Надо хорошенько так обстоятельно подумать. Во-первых. Так, а еще мы его распустить не можем. Так, кого мы нанимали? Вот тебя мы нанимали. Нахер у тебя. Так. Короче, давайте сейчас отойдем обратно к союзникам. В домове. Так, и подумай. Хорошенько. Так, кого бы нам еще распустить? Германский конный отряд. Так. Блин. Разбойники. Так, 100-137. Их, конечно, прокачивать смыслы. Блин, ну да. Конница тоже нужна-то, по сути. Конница нам пригодится. Так, ладно. Один отряд распустим на всякий случай. Короче, сейчас возвращаемся к тому, что у нас было по 15 отрядов, чтобы было у нас. Немного передохнем и непосредственно пойдем мы через море. Блин, кунны. Ну, отлично вообще. Так, ну, гуны, ладно, хер с ними. У нас тут есть союзники. Я думаю, что они против нас столько не победят. Тут какой-то один шальный стэк зашел. Я думаю, ничего страшного они нам не сделают. Сирами еще можно пограбить. Оу. Так. Да, Киас с Вестголтами не особо, да? Ладно, хер с вами. Мне Вестголты важнее. Забыл, блин. Сейчас, минуту. Я банально забыл об этой теме. То, что мы ускоренный марш поставили. Поэтому сейчас, сейчас, я еще раз сейчас переграю. Так получилось. Вот тоже, блин. Теряешь внимательность очень быстро. И вот из-за этого такие вот нюансы происходят. Так, кстати, да. Сапракс еще и боевой клич получил. Восстанавливаем свои войска. Сейчас чуть-чуть и переходим море, наконец-то. Фу, да. Жесткая вышла битва. Теряешь. Ну, тоже забавно иметь своих ручных римлян. Собственно говоря, почему бы и нет. Так, у вас спросят аудиенции командира наемников. Его воины готовы служить нашему делу, при условии, если мы заплатим вперед. Гизалек, да? Попросить скидку. Давайте попросим скидку. 338. Так, за сколько ходов мы успеем доплыть до Рима? Вот в чем вопрос. Ну, ясно хрен, это сейчас лучше сделать мощью дуба. А, так. Ходов дополнил восстановление отряда 2, да? Здесь 8. 3. Короче, еще я думаю. Давайте пока мощь дуба отправим на разведку. Я очень надеюсь, что тут не будет много армий. Пусть пока поплывет. Родимый. Так, а мы догоним вслед. Так, вот. Вот это намного меня уже больше устраивает. Давайте пока так сделаем аккуратненько. Сейчас выходим в море. Адриатическое море, соответственно. И там будем смотреть. Чуть-чуть покрали, если и хвастит. Надо уже идти к Риму и там оседать. Так, а тут сам вождь гунов пришел сейчас на эти разграбленные наши земли. Посмотрел так, промониторил ситуацию и подумал. О, блин, черти. Даже, наверное, гуны столько не сожгли, да? Как эти ребята. О, командир охотно предложил нам вам особой расценки. Наем войск в этой провинции на некоторое время подешевеет. Так, три хода. Отлично. Так, трудовая повинность. Так, стоимость строительства минус пять производственных. Богатство от культурных пока смысла нет. Давайте военезерное общество кузину скачать потихоньку будем. Ну и давайте на землю обетованную уже становиться потихонечку. Так, как там у нас дела? Ну, в принципе, все готово. Поэтому тоже выплываем. Выплываем потихонечку. Следом. Блин, надеюсь, что успеем. У нас денег не так много. Надо успевать. Так, ну тут уже гунны римлян насилуют. Все идет по плану. Все идет отлично. Все идет как надо. Гипиды даже еще живут. Блин, да откуда вы нахер появляетесь? Чуть-чуть отклонились мы от курса. Блин. Патролили нас, гады. Я что-то ожидал, что их меньше здесь будет находиться. Ну, конечно же, отклоняем. Так, Тевдис. Назначаем на дружинника. Но нам как раз сейчас надо соблюдать баланс. Так, и какие уже у нас тут города-то рядом? Где мы можем высадиться? О, так это есть сам рим, что ли, Оскар? Ну, а мы боялись. Прямо куда доктор прописал высадились. Так, ну в принципе, смотрите, он никем не защищен. Сколько тут у нас? Ну, такое себе. Я думаю, мы его возьмем без проблем. Отлично. Шикарно, ребят. Молодчики, молодчики, молодчики. Так. Блин, по-быренькому надо вообще пройти сейчас. По этим землям. Я надеюсь, что нас никто не трахнет по пути. Иначе будет все очень плохо. Триста девяносто восьмой год, тем временем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, рим, рим, вот он он, ребят. Рим-то, рим-то охрененный. Все рядышком. Практически как Остгодский ясь, этот рим. Блин, вовремя мы свалили, однако, отсюда. Да уж. Да тварино. Блядская. Нихера себе мы ушли. Что ж ты, что ж ты будешь делать-то, а? Так, ну, блин, что, придется, придется дать бой, видимо. Ибо они нас и так затрахают, но, как вы уже видите, никаких проблем особых тут не возникнет, потому что, ну, опять же, комитетские копейщики, господи. Никак у нас западные римляне не успокоятся, но придется, видимо, проучать. Что же, давайте, значит, охладим их пыл в очередной раз, и очередную серию мы начнем с битвы уже под Неаполисом. Я думаю, в этот раз они от нас отстанут, и мы, наконец-таки, дойдем до рима. Всячески они пытаются нам преградить путь, но Витерций, как предводитель Остготов, конечно же, он ничего не боится и поведет в победу нас всех. Что же, ну это будет следующая серия, а пока что всем спасибо за просмотр. Напомню, если вам понравилось это прохождение этой серии, не забывайте ставить лукас, подписываться на канал, звать друзей, тут интересно. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok